В эфире программа Точки над И. Здравствуйте. Особая эта неделя выдалась для тольяттинцев. Казалось бы, автомобильный город, но что касается общественного транспорта, тут до недавнего времени, что называется, буксовали. Автобусный парк пора списывать на пенсию, тем более ездит теперь есть на чем. 102 новых низкопольных автобусов марки МАЗ пополнили городской автопарк. О транспортной проблеме сотрудники автоваза рассказали главе региона во время его первой поездки на автогигант. На сегодня парк общественного транспорта обновился на треть. Вообще транспортный вопрос для Тольятти актуален как никогда. Предстоит выстроить железнодорожное сообщение от Автограда до Самары. Должен появиться мост через Волгу, иначе город ждет транспортный коллапс. Автоваз увеличивает объемы производства, особая экономическая зона будет принимать резидентов, и единственный мост, а в первую очередь все же ГЭС, с потоком машин не справится. Об этом и не только глава региона говорил во время рабочего визита в Тольятти. В ожидании первого рейса. 102 новеньких МАЗа буквально рвутся в бой. То есть сначала тест-драйв от губернатора. И предыстория. Во время первого визита главы региона на Автоваз трудовой коллектив попросил решить транспортную проблему. После рабочей смены хотелось с комфортом добраться до дома. Комфорт сейчас это автобусы, в которых тепло пассажирам и удобно водителям. В салоне информационное табло, МАЗы оснащены системой ГЛОНАСС. Обкатают новенькие машины быстро. Будут возить не только заводчан, но и курсировать на городских маршрутах. Здесь еще одно преимущество в точку. Пол автобус отпускает с одним нажатием кнопки для маломобильных пассажиров. Эти МАЗы обновили городской парк общественного транспорта на треть. Тут же высказываются журналисты. Если автобусы перешли везение муниципального предприятия, вдруг сработает когда-то привычная для Тольятти схема, когда организация с таким активом объявляла себя банкротом. Это субсидия городу. Мы отдали 183 миллиона. И город должен отвечать за них в полном объеме. А что касается, может обанкротиться те схемы, которые были в прежние годы, этих схем с участием областного бюджета не будет. Мы будем отслеживать каждый рубль, как будет дальше использоваться. Схема приобретения МАЗов прозрачна. Автобусы взяли в лизинг. Область дала субсидии в 183 миллиона рублей. Остальное 464 миллиона кредит, которые будут пять лет выплачивать муниципальные власти АвтоВАЗ. То, что Николай Иванович на первой же встрече услышал от наших сотрудников, для нас очень приятная и неожиданность. То, что очень быстро нашли механизм решения. И, на мой взгляд, выбрали оптимальные механизмы финансирования. Сергей Сафронов своим напарником доволен. С новой машины быстро нашли общий язык. Будут вместе преодолевать и другие сложности. Большие пробки сейчас стали. Очень тяжело стало ездить. На завод, с завода. Очень сложно стало. Когда АвтоВАЗ увеличит объемы производства в полтора раза и особая экономическая зона примет резидентов, город и вовсе рискует встать в одну большую пробку. Мост через Волгу, он же в первую очередь ГЭС, с нагрузкой не справится. Поэтому сейчас в областном правительстве транспортный вопрос по Тольятти обсуждают особенно активно. Кроме нового моста через Волгу, еще и ЖД сообщения Самары. Скоростная ветка нужна и для Чемпионата мира по футболу, и, что важно, для самарско-тольятинской агломерации. Это вопрос намного сложнее и очень капиталоемкий. Там надо примерно 4,5 миллиарда рублей для того, чтобы этот проект реализован был. Это большой вопрос, и он в течение где-то полугода, ну, может быть, в течение этого года будет ясность полная, как будет решаться. Транспортный вопрос волнует и потенциальных резидентов особой экономической зоны, когда они принимают решение об открытии нового производства под Тольятти. Большая стройка, а в будущем огромная современная промзона, также в плане рабочей поездки. Сейчас здесь полным ходом возводят инженерную инфраструктуру. Инвестиции из федерального бюджета уже составили 2,5 миллиарда рублей. И на каждый бюджетный рубль, по словам Алексея Похоменко, удалось привлечь 5 рублей инвестиций резидентов. Основные компании начинают строительство своих производственных объектов в апреле-майе этого года, в зависимости от того, как позволит погода. И мы ожидаем, что первые запуски производств в соответствии с графиками произойдут в первой половине 2014-го, ну и дальше по нарастающей весь 2014 год будут запускаться производства. Производства Толяттинский трансформатор тоже без внимания не осталось. У предприятия в кризис были тяжелые времена. Выстояли. Сейчас поставляют электротехническое оборудование российским и зарубежным компаниям. Конкуренции мы не боимся. Мы будем бить врага на их территории, продавать трансформаторы Европы и Вазии. Тольятти – город со своим менталитетом. Такую характеристику дал Николай Меркушкин, когда уже вечером на протяжении четырех часов общался с жителями. Больше тысячи человек, среди которых руководители крупных предприятий, учителя, врачи, инженеры смогли задать свои, любые вопросы. Говорили о коррупции, дорогах, ЖКХ. Тольяттинцев интересует тоже наболевшее, что и всех жителей региона. Посмотрим фрагменты. Конечно, это мероприятие во многом связано и с посланием губернатора. Я бы хотел, чтобы эта встреча была не односторонней. Могли бы вы, если есть такая необходимость у вас, и есть вопросы, проблемы, которые вы хотели поднять, вы можете для вопроса и проблемы поставить, любые, которые вас волнуют. Мы будем беспощадно бороться с коррупцией. Это самая популярная фраза из вашего послания. Мы сейчас по антикоррупционным делам в мэрии Самары это можем наблюдать. Вот в связи с выделением больше миллиарда рублей в город Тольятти на ремонт дорог, будет ли обращен особый антикоррупционный контроль области, в городу Тольятти, за чиновниками города Тольятти. Если вы просили деньги у меня, и мы вам отдали деньги, а вы 10 или 25 процентов куда-то увели, никому пощады и прощения не будет. Вы очень пристальное внимание обращаете на вопросы ЖКХ. В свое время, когда был принят закон, жилищный кодекс, людей не обучили. Механизм есть, но он, к сожалению, не используется. Вот прошу вашего тоже содействия в этом. Это очень больная тема. Очень больная тема. Значит, на самом деле, в рыночных условиях неграмотный человек, это всегда пешка в руках определенных лиц. Я вчера получил из Доля эти письма, поручил тоже разобраться, почему эта управляющая компания так подошла и так ли на самом деле. И там тоже пишут, что это обман людей. Просто прямой обман людей. Конечно, еще хочу рассказать. Мы в том числе с власти будем требовать, очень жестко будем требовать эту работу. И кто бы потом, какую бы должность, где бы не занимал, и кто бы не прикрывал. Мы не будем давать субсидий в случае чего, заставлять вас, монополио-крупной компанией, дробить. Дробить. Вот не больше, условно, столько этих. Значит, вот. Кусок, условно, отрабатывай. Отрабатываешь хорошо очень. Можешь двигаться дальше. Значит, а не так. Там 3-4 или сколько там компаний 80% охватили. И многие вопросы, условно, решаются не так, как хотелось бы слишком политизирован область. Политизирован область, политизирован город. Молодых специалистов, то есть педиатров, тут на нашу поликлинику вообще только один. Те, кто сидят на своих местах и тоже в ближайшее время идут на пенсию. Можно что-либо сделать для того, чтобы как-нибудь привлечь в город тех специалистов, которые учатся в медицинском самарском институте? Зарплату и квартиры. Конкретно давайте мы рассмотрим, не скучается, простимулируем переход от Котельникова, ну, с медицинского университета в Тольятти по тем специальностям по врачам, где есть большая потребность. Посмотрим, это, может быть, стоить будет для нас там 10-15 миллионов рублей, так же, как на село. Или там 30-40 миллионов рублей, я не знаю. Значит, какой дефицит? Мы вместе с женой уже 10 лет работаем тренерами-преподавателями по спортивному туризму. И обратились в Самарский областной фонд жилья и ипотеки по программе «Молодые учителя». Экспертная комиссия нам дала отрицательный ответ, так как по постановлению номер 509 по постановлению правительства Самарской области мы являемся по названию не учителя, тренеры-преподаватели по спортивному туризму. Какое нам принять решение? Чтобы обеспечить себя жильем, нам нужно бросить работу в дополнительном образовании детей. Дмитрий Евгеньевич, посмотрите это положение, надо срочно его исправить. Понимаете? Срочно исправить. Я бы хотел, чтобы вы тоже реагировали так реагировал, как реагирует зал, Дмитрий Евгеньевич. Потому что это на самом деле дискриминация. Я думаю, в течение трех недель мы это положение справим. Потенциал, еще раз хочу сказать, у нас есть. И главное, людской потенциал активных, энергичных, борющихся за власть и борющихся за думские кресла. Это по большому счету плюс. Но сейчас, если эту энергию больше не в политическое русло, а в деловой русло, если мы сможем направить, мы можем очень многие проблемы решить и очень быстро. И эта неделя не обошлась без скандала касаемо чиновников. В Самаре задержан заместитель главы железнодорожного района. В ГМВД пока в комментариях сдержанно. Известно лишь, что чиновник подозревается в мошенничестве с использованием служебного положения. За этой историей мы будем следить. О результатах службы на этой же неделе рапортовали силовики. Гордиться, надо признать, особо нечем. Много нераскрытых дел, в том числе и резонансных. О том, что подход к работе необходимо менять, в очередной раз говорил губернатор Николай Меркушкин. Жители Самарского региона не чувствуют себя в безопасности. Главные силовики области с интересом изучают коллекцию оружия экспертно-криминалистического отдела областного главка. Такие стенды представлены на заседании коллегии впервые. Здесь изъято оружие более чем за 50 лет. Больше всего экспонатов пришло в 90-е. Преступники, преступные авторитеты или преступные элементы, они уже стали между собой соревноваться не только наличием вишневой девятки и толстой цепи. Они еще соревновались между собой, кто у кого пистолет покруче. У кого там маузер, у кого там браунинг. То есть, где какой пистолет он будет иметь. Времена поменялись. Сейчас в моде другие технологии. Преступления в экономической сфере. Здесь и взятки, мошенничество в сфере ЖКХ, коррумпированность чиновников. На эти составляющие силовикам уже указал губернатор Николай Меркушкин. Определенные наработки прошлого года они есть. Я думаю, в этом году они будут реализованы. Ну и, кстати, если говорить о реализации по делам коррупции, я думаю, на прошлой неделе то, что были реализованы у нас в отношении главы сельского поселения Александровка, Ставропольского района, как раз это вот те наработки, которые были прошлого года. Еще ожидается реализация ряда материалов. Я думаю, будут определенные результаты положительные. Сейчас на слуху два дела. Касаемо главы Александровки, как раз о нем говорил Юрий Стерликов, и вице-мэра Самары Евгения Реймера. Оба в следственном изоляторе. За взятки. Проверки проводятся в отношении чиновников, с которыми они работали. Дела находятся в Следственном комитете. Управление этого ведомства на этой неделе также подводили итоги. Получились они неутешительными. Оглядывайтесь на все 360 градусов, когда вы работаете. Знаете, что никогда ничего не пройдет просто так. Вокруг следователя я тривиальные истины вам напомню. Это и прокурор, это и адвокат, это и судья, это потерпевший и обвиняемый. Плюс средства массовой информации. Ничто не пройдет. Запомните. Область в аутсайдерах по раскрываемости тяжких преступлений занимает третье место. С конца. Здесь также есть громкие дела. Например, пропажи двух бизнесменов. В Тольятти еще 7 сентября исчез Александр Душков, 20 ноября в Самаре Максим Гудов. Что с предпринимателями до сих пор неизвестно. Возбуждены уголовные дела по статье убийства. Результатами расследования силовики похвастаться не могут. Что касается тяжких преступлений и убийств, то у нас по прошлому году показатели все отрицательные. Значит, снижение раскрываемости, снижение раскрываемости. А это уже прежде всего ваша работа. Если люди, те, которые этим занимаются, уверены, что эти преступления не будут раскрываться, они так и будут заниматься. О том, что силовикам нужно работать лучше, Николай Меркушкин говорил уже не раз. В послании депутатам Губернской думы и жителям области теме безопасности было уделено немало внимания. Что неудивительно. Пока регион занимает 78 место по уровню безопасности. Похоже, развернулись лицом и к Сырнскому вертолетному училищу. Единственное в своем роде, где учат летать, почти три года назад оно превратилось в филиал военной академии имени Жуковского и Гагарина. А сейчас, похоже, очередной вираж в судьбе учебного заведения. Впервые за 25 лет объявлен небывалый набор, более 500 человек. Директиву спустили из Минобороны. Снова остро нужны вертолетчики. Причем на первый курс, скорее всего, будут набирать до 2021 года. Точно уже весной решится вопрос, сможет ли училище вернуть себе статус самостоятельного вуза и на каком основании. Если, конечно, того факта, что научили летать всю Россию, еще полмира недостаточно. Татьяна Потоцкая о тех, кто в небе. В Сызранском вертолетном училище все спокойно, только пусто. В этих казармах готовы разместить около 3000 человек. Сейчас здесь чуть больше 400. Последние три года набора не было вообще. Теперь объявлено о масштабном приеме 524 курсанта. Впервые за последние 25 лет. Говорят, такого не было даже в афганскую компанию. Военная авиация, острая нехватка кадров. Казалось бы, провинция и даже не областной центр. Но именно здесь научили летать полмира. Почти вся Африка, Южная Америка, Китай и Вьетнам. В России самые лучшие учились в СВУ, где готовят летчих вертолетчиков. Были 250 человек, и только 12 прошли этот набор. И я, когда приехал в Россию, русским языком не владел. Я приехал только наш язык, я умел говорить. Но приехал, у нас был хороший преподаватель, который преподавал русский язык. И отлично получилось. И говорим по-русски нормально. Для иностранных студентов, таких как Марсио, спецкурс по русскому языку в усиленном режиме. На родине курсанта, в Анголе, профессия пилота престижная и высокооплачиваемая. Взлет с аэродрома базирования. Выход по строению боевого порядка. Далее полет по маршруту. Тактика и стратегия здесь прежде всего режим, как в армии. Подъем в 6, построгение, зарядка с 9 до 2 занятия. Уже сейчас, по сравнению со студентами других вузов, сызранские курсанты вполне могут почувствовать себя привилегированными. Стипендии рядового троечника 13 тысяч рублей. Отличника 15 тысяч. Обучение, питание и проживание за счет государства. И никаких дополнительных разнарядов. Убирают и готовят здесь специально обученные люди. Чтобы ничто не отвлекало от тяги к знаниям. Рома приехал с Дальнего Востока 4 года назад. Конкурс был огромный. О небе мечтал с детства. И еще мальчишкой впервые оказался за штурвалом вертолета. Рядом с отцом. Наблюдать с высоты, на землю смотреть. Очень интересно. И когда уже потом здесь, первый раз поднялся сам в небо. То есть сам уже когда пилотировал вертолет. Совершенно другие эмоции, другие чувства, ощущения. Все это очень сильно понравилось. И до сих пор испытываю огромное удовольствие. Летная практика начинается с третьего курса. С апреля по ноябрь кружат над Цизранью и Саратовской областью. А войсковую стажировку проходят на базах ВВС. От Петербурга до Хабаровска. Прежде чем подняться в воздух, курсанты тренируются вот в таком виртуальном пространстве. Причем ощущения здесь абсолютно реальные. Это точная копия кабинами вертолетов-8. Их распространение здесь тоже примерно такое же. Картинка создает полное ощущение полета. За основу взяли реальную местность. Вот сейчас мы пролетаем где-то над горами в районе Абхазии. Все это напоминает качественную компьютерную 3D-игрушку. Играть в которую здесь можно в учебное время и на законных основаниях. Курсант должен налетать не менее 18 часов на этом симуляторе. Прежде чем сесть за штурвал настоящего вертолета. А это уже боевой Ми-24. На связи диспетчер, он же инструктор. Опытный профессиональный пилот. Этот тренировочный комплекс единственный в России и уникальный в своем роде. Отрабатывать практические навыки в технике пилотирования. Днем и ночью. Как в простых, так и в сложных условиях. Выполнение полетов на боевое применение. Созданное в 40-м году прошлого века СВАУЛ до сих пор единственное в стране учебное заведение такого профиля. Слухи о его закрытии появляются стабильно. Каждые несколько месяцев. С 2010-го были вынуждены сменить статус. И теперь это филиал Воронежской военной академии имени Жуковского и Гагарина. И уже в этом году есть все шансы снова стать самостоятельным вузом. Окончательное решение примут в Минобороны. Город просто имеет свой бренд вертолетный. Он является альмаматор меккой вертолетной. Поэтому гордость возникает у людей за то, что будет все-таки училище отдельным и будет продолжать готовить вертолетчик. Здесь уверяют, что ни расформирования, ни массовых увольнений не было и не будет. Финансирование не прекращалось. В этом году даже собираются построить собственный физкультурно-оздоровительный комплекс. Уверены, не будет проблемы с набором. Желающих всегда больше, чем мест. Так что теперь шансы появятся у тех, кто этой приемной кампании ждал. Ограничение по возрасту – до 23 лет. Первый день открытых дверей назначен на 16 февраля. Документы начнут принимать с 1 апреля. Не исключено, набирать по полтысячи человек будут ежегодно в течение ближайших 8 лет. Защищать свои права уже на получение медицинской помощи самарцы также привыкли в очередях. Старшее поколение высказывается там, в поликлиниках. Молодое выражает недовольство в соцсетях. Областной Минздрав завел аккаунты в Твиттере, Фейсбуке и ЖЖ. Там можно оставить комментарии по конкретному учреждению. Министр здравоохранения области уверяет, по каждому из них разберутся строго. Возможно, штрафы за неоказанную вовремя помощь для медиков увеличат. Но и врачам ведь есть на что пожаловаться. Все мнения в нашем сюжете. Надо уважать врачей, сами больные, и не дать этику. Про этику в этой очереди забыли давно. В коридоре толпа и очередная перепалка. Ни у кого нет здоровья у пенсионеров. И все ходим, сидим, а что ждем, не знаю. Два часа точно. 13-я городская поликлиника состоит из 15 корпусов, разбросанных по всему городу. Терапевтическое отделение на Гагарина на первом этаже жилого дома. А регистратура за углом. Вот дома рядом строят. Почему не построить поликлинику нормальную, чтобы пожилые люди, пенсионеры не бегали туда-сюда? Руководство с претензиями согласно. Хотя нашей съемочной группе здесь оказались, мягко говоря, не рады. На камеру говорить отказались, но ситуацию прояснили. В медпомощи никому не отказывают. Терапевты принимают по 40 человек в день, тогда как положено вдвое меньше. Штат едва укомплектован наполовину, молодых кадров нет совсем. Большинство пенсионного возраста. Прикреплено 30 тысяч человек, тогда как на 10 участков всего 4 врача. Кадровый голод и в поликлинике на мехзаводе. Самые отчаянные занимают очередь за талонами уже ранним утром. В 5 утра же в 6 приходят утро и стоят, чтобы того, и еще ничего никак не возьмут. Врачу, чтобы попасть, надо просидеть 6 часов. Занимать очередь к врачу-терапевту за 4 часа приема и сидеть. Я вот уже месяц не могу получить лекарство. То не попаду я к врачу, то лекарства кончились. Летом было всего 3 участковых, сейчас 7, но и это не спасает. Работает электронная регистратура. И все равно сократить очередь удается ненамного. Главный врач разводит руками, делают все, что могут. Но в самую важную профессию молодежь не идет. Участок – это очень тяжелая работа. И самое страшное, что сегодняшнее кадровое наше обеспечение, оно уже перевалило за 50-летний рубеж. И через 10 лет, если молодежь не придет, у нас будет вообще некому работать. Как вариант решения проблемы, врачи предлагают вернуть практику распределения, обязать студентов отработать 3 года в поликлинике. Пока же жалобные книги толще, чем истории болезни. Претензии от пациентов со всей области стекаются в фонд ОМС. Вот отработанные жалобы 2011 года. 2012 год. Еще до конца не отработаны жалобы. Здесь шутят, счет пошел уже на килограммы. Только за прошлый год около 700 обращений. Это могут быть жалобы на отказ, на взимание денежных средств, на организацию работы лечебного учреждения, на выбор врача, на выбор медицинской организации, на качество медицинской помощи, на этику и донтологию. То есть причины разные. При этом все эти причины могут иметь место как обоснованных жалоб, так и необоснованных. По нормативу ждать в очереди пациент должен не более 30 минут. На дом участковый обязан приехать в течение 6 часов с момента вызова. Скорая – за 20 минут. Чтобы попасть на плановый прием к узкому специалисту, регламентирован срок от 3 до 6 месяцев. Если отказали, нахамили и всячески обидели, пожаловаться можно в ОМС, свою страховую или напрямую в Минздрав. А теперь еще и в Твиттер, Фейсбук и ЖЖ. В сути претензии разберутся независимые эксперты. Если сочтут их обоснованными, поликлинику накажут. В реестре, который ведет территориальный фонд, 354 эксперта по всем специальностям, которые существуют в медицине. Так вот, специалисты, эти эксперты, они лицензированные, аккредитованы в территориальном фонде. Это они дают оценку. Специалисты поясняют, зачастую за жалобы принимают обращение, по которым вопрос решается на уровне консультации в самой больнице в течение короткого времени. Проще говоря, пациент и врач находят компромисс и идут на мировую. Размер штрафа определен на федеральном уровне. Сейчас это 4044 рубля и 50 копеек. С февраля санкции ужесточат по поручению министра здравоохранения области. На основании данных страховых компаний по итогам прошлого года в регионе был составлен черный список медучреждений. Лидирующие позиции в нем занимают поликлиники Самары. Этот своеобразный антирейтинг фонд УМС отправит в министерство. Начиная с этого года, там вправе принять решения по каждому, в том числе и кадровые. В то же время и врачи, и пациенты меньше всего хотят массовых увольнений. Врачей и так не хватает. Основные жалобы не на самих специалистов, а на качество обслуживания, которое здесь как раз напрямую зависит от количества. Точки над «и» пока расставлены только в этих темах. Дальше больше. Увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова